На РБК региональные новости. Меня зовут Маргарита Гафарова. Здравствуйте. Порядка 800 миллионов рублей могут получить предприятия Башкортостана из бюджета республики на закупку средств индивидуальной защиты. Это почти в два раза больше прошлогодней суммы. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила вице-премьер Ленара Иванова. Финансирование увеличено в связи с неблагоприятной эпидемситуацией в мире и регионе в целом. В прошлом году программой воспользовались около 400 с половиной тысяч работодателей. Бюджетные деньги можно расходовать на покупку масок, перчаток и антисептиков, а также на санаторно-курортное лечение работников. На данный момент в фонд социального страхования подали заявки 290 предприятий на общую сумму 19 миллионов рублей. Это менее 2,5% от плана. Сумма заложенных средств в фонде растет с 2015 года. Тогда в нем было предусмотрено 235 миллионов рублей. Подать документы предприятия могут до 1 августа. На данный момент больше всего заявлений поступило из Уфы и Белорецкого района. До 2,5 тонн молока в сутки составит мощность нового цеха молочной кухни в Башкортостане. Собственное производство, которое станет седьмым по счету, планируют запустить в селе Верхние Киги. Площадка обеспечит молочной продукцией почти полторы тысячи детей из Кигинского, Дуванского, Мечетлинского, Салаватского и Белокатайского районов. В каждом из них появятся раздаточные пункты. Там можно будет не только получить, но и купить молочную продукцию. Сейчас для запуска цеха приобретают высокотехнологичное оборудование, отвечающее всем требованиям современного производства. На сегодня подобран земельный участок. Планируется возведение новой модульной кухни. Общая площадь производства порядка 100 квадратных метров, плюс вспомогательное помещение еще 160 квадратных метров, на котором будет располагаться все самое современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественные продукты. На сегодняшний день в республике работает 6 современных производственных площадок молочной кухни мощностью до 5 тонн молока в сутки. Действует 97 раздаточных пунктов. Продукцию бесплатно получают свыше 23 тысяч детей льготной категории, а также 540 беременных женщин и кормящих матерей. Более 8 тысяч родителей в Башкортостане смогут получать повышенное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет. Закон об увеличении минимального размера социальной выплаты для неработающих граждан подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, пособие выросло с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752. В республике минимальный размер благодаря уральскому коэффициенту немного превысит общероссийский и составит 7 тысяч 764 рубля. Напомню, удвоить пособие президент страны предложил в мае. Как отметил Владимир Путин, такую выплату получают неработающие граждане, в том числе студенты. Инициатива призвана финансово поддержать молодых родителей. С 6 до 13,5 тысяч рублей повышается и максимальный размер пособия для тех, кто потерял работу во время декретного отпуска. Каким будет размер данной выплаты в республике, в региональном Минтруда пока не уточнили. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.